Гюстав Лубер, Л'Эдукасион Сантименталь, Воспитание чувств, История молодого человека. Часть вторая. Глава пятая. Деларье получил от Фредерика копию закладной и доверенность, составленную по форме и дававшую ему все полномочия. Но, когда поднявшись к себе на пятый этаж, он очутился один в своем унылом кабинете и уселся в кожаное кресло, вид гербовой бумаги вызвал в нем омерзение. Он устал от всего, от обедов по 32 су, от поездок во Мнебусе, от своей бедности и своих усилий. Он взялся за бумаги, тут же были и другие, проспект Каменно-угольной компании и список рудников с указанием их размеров. Фредерик передал ему все это, чтобы узнать его мнение. У него явилась мысль отправиться к Домброзу и попросить у него место секретаря. Конечно, этого места не получить, если не приобрести известного количества акций. Он понял нелепость своего плана и решил, нет, это было бы нехорошо. Тогда он стал придумывать, каким способом вернуть пятнадцать тысяч франков. Для Фредерика такая сумма ничего не значила. Но владей этой суммой он, какой бы то был могучий рычаг. Бывший клерк возмущался тем, что его друг богат. Он глупо пользуется своим состоянием, он эгоист. Мне очень нужны его пятнадцать тысяч. Ради чего дал он их в долг? Ради прекрасных глаз госпожи Арну? Она его любовница. Да, Ларье в этом не сомневался. Вот на что, между прочим, идут деньги. Им овладела злоба. Потом он задумался о самой личности Фредерика. Он всегда поддавался почти женственному обаянию друга. Теперь опять восхищался его успехом, на который себя самого считал неспособным. Однако разве воля не главный элемент всякого начинания? А если с помощью воли все можно преодолеть? Вот было бы забавно. Но он устыдился своего вероломства, а минуту спустя подумал, что это? Неужели я испугался? Госпожа Арну, от того, что он так много о ней слышал, необычайными красками рисовалось его воображению. Постоянство в любви Фредерика раздражало его, как неразрешимая загадка. Собственный эрегоризм, отчасти наигранный, начал его тяготить. К тому же светская женщина или то, что он под этим подразумевал, ослепляла адвоката как символ и как квинтэссенция множества неизвестных наслаждений. Живя в бедности, он стремился к роскоши в ее самой яркой форме. В конце концов, если Фредерик рассердится, пускай. Он дурно поступил со мной, и я не стану церемониться. У меня нет доказательств, что она его любовница. Он сам это отрицает. Значит, я ничем не связан. Желание сделать этот шаг уже не покидало ему. Ему хотелось испытать свои силы. И вот однажды он сам вычистил себе сапоги, купил белые перчатки и пустился в путь, воображая себя на месте Фредерика и почти отождествлял себя с ним в силу странного самообмана. в котором сочетались жажда мести и симпатия, подражание и дерзость. Он велел доложить о себе. Доктор Деларью. Госпожа Арну удивилась. Она не посылала за брачом. Ах, виноват. Я ведь доктор права. Я пришел к вам по делу господина Муро. Это имя как будто смутило ее. Тем лучше, подумал бывший клерк. Не отвергла его, не отвергнет и меня. Успокаивал он себя прописной истиной, будто любовника легче вытеснить. Он имел удовольствие встретиться с нею однажды в суде. Он даже назвал день и число. Такая памятливость удивила госпожу Арну. Он вкратчиво продолжал. Вы и тогда уже находились в затруднительных обстоятельствах. Она ничего не ответила. Она ничего не ответила. Значит, это была правда. Он заговорил о том, о сем, о ее квартире, о фабрике. Потом, заметив возле зеркала несколько медальонов, предположил, это, наверное, семейные портреты. Он обратил внимание на портрет пожилой женщины, матери госпожи Арну. Судя по лицу, чудесная женщина, типичная южанка. Она казалась, что она родом из Шартера. Шартер — красивый город. Он похвалил Шартерский собор и пироги. Затем, вернувшись к портрету, обнаружил в нем сходство с госпожой Арну и сказал ей, кстати, несколько косвенных комплиментов. Это ее не оскорбило. Он стал увереннее и сообщил, что давно знаком с Арну. Славный, малый, но компрометирует себя. Например, вот эта закладная. «Нельзя себе представить, до какого легкомысля...» «Да, я знаю», — ответила она, пожав плечами. Презрение, невольно высказанное ею, ободрило Деларье, и он продолжал. «История с Каолином, вам это, может быть, неизвестно, чуть было не кончилась очень скверно, и его репутация...» Увидев нахмуренные брови, он осекся. Перейдя к темам более общим, он стал жалеть бедных женщин, мужья которых проматывают состояние. «Но ведь это же его состояние, у меня ничего нет». «Все равно, ведь трудно предсказать. Опытный в делах человек всегда может быть полезен. Он просил верить его преданности, располагать им, стал превозносить собственные достоинства, а сам через поблескивавшие очки смотрел ей прямо в лицо. Она поддалась какому-то смутному оцепенению, но вдруг пересилила себя. «Прошу вас, перейдемте к делу». Он открыл папку. «Вот доверенность Фредерико. Если такой документ окажется в руках судебного пристава, и тот отдаст распоряжение, дело просто. В двадцать четыре часа». Она оставалась невозмутимой. Он изменил тактику. «Мне, впрочем, непонятно, что его заставило требовать эту сумму, ведь он совершенно не нуждается в ней. Позвольте, господин Муро был так добр. О, не спорю!» Делорье принялся расхваливать Фредерико, а потом постепенно стал его чернить, изображая человеком, не помнящим добра, себелюбивым, скупым. «Я думала, что он вам друг. Это не мешает мне видеть его недостатки. Так, например, он плохо умеет ценить, как бы это сказать, ту симпатию». Госпожа Арну перелистывала толстую тетрадь. Она прервала его, попросила объяснить ей какое-то слово. Он склонился к ее плечу и так близко, что коснулся ее щеки. Она покраснела, этот румянец воспламенел Делорье. Он схватил ее руку и впился в нее губами. «Что вы делаете?» Она вскочила и, прислонясь к стене с негодованием, смотрела на него своими большими черными глазами. От этого взгляда он застыл на месте. «Выслушайте меня! Я люблю вас!» Она расхохоталась. Это был резкий, неумолимый, убийственный смех. Делорье почувствовал такую ярость, что готов был задушить ее. Он сдержался и с видом побежденного, который молит о пощаде, сказал, «Вы неправы! Я бы не стал, как он!» «О ком это вы?» «О Фредерике!» «Господин Муро меня мало интересует, я ведь сказала вам!» «О, простите, простите!» Он язвительно прибавил, растягивая слова. «А я-то думал, что вы не безучастны к нему и вам доставит удовольствие узнать!» Она побледнела. Бывший клерк прибавил. «Он женится!» «Женится!» «Через месяц!» «Самое позднее!» «На мадемуазель Рокк!» «Дочери управляющего господина Дамброза!» «Только поэтому он и уехал в Нажан!» Она поднесла руку к сердцу, как будто ей нанесли сильный удар, но тотчас же схватилась за звонок. Деларье не стал ждать, чтобы его выгнали. Когда она обернулась, его уже не было. Госпоже Арну было душно. Она подошла к окну подышать свежим воздухом. По ту сторону улицы на тротуаре упаковщик, сняв куртку, заколачивал ящик. Проезжали экипажи. Она затворила окно и опять села. Высокие соседние дома напротив скрывали солнце, и в комнату падал какой-то неживой свет. Детей дома не было, вокруг царила тишина. Все как будто отступились от нее. Он женится. «Может ли это быть?» Ее охватила нервная дрожь. «Что это? Разве я люблю его?» И вдруг она ответила себе «Да, да, люблю, люблю!» Ей казалось, что она падает куда-то и что ее падению нет конца. Часы пробили три. Она слушала, как замирает звон. Из застывшей на губах улыбкой она продолжала сидеть на краю кресла и пристально смотрела перед собой. В тот же день, в тот же самый час Фредерик и мадмуазель Луиза гуляли на острове по саду, который принадлежал Рокку. Старуха Катрин издали наблюдала за ними. Они шли рядом, и Фредерик говорил «Помните, как я вас брал с собой за город?» «Вы были так добры ко мне», ответила она, «Помогали делать пирожки из песка, наливали лейку, качали на качелях». «А что стало с вашими куклами, которых вы называли маркизами и королевами?» «Право, не знаю». «А ваш песик, черныш?» «Утонул бедняжка». «А Дон Кихот, в котором мы вместе раскрашивали картинки?» «Книга до сих пор у меня». Фредерик напомнил Луизе о ее первом причастии, о том, как она была мила во время вечерней в белой буали и с большой свечой в руке, когда вместе с другими девочками обходила престол под звон колокольчика. Вероятно, для мадемуазели Рок в этих воспоминаниях было мало привлекательного. Она ничего не ответила, а минуту спустя сказала «Противный, ни разу не написал мне». Фредерик сосался на свои многочисленные занятия. «Что же вы такое делаете?» Вопрос несколько затруднил его. Он ответил, что занимался изучением политики. «А, не расспрашивая его больше, она прибавила, «Вам, конечно, интересно, а мне?» И она рассказала ему, как ей скучно живется, как она одинока, никого не видит, не знает никаких удовольствий, разоблечений. Теперь ей хочется ездить верхом. Викарий находит, что для девушки это неприлично, что за глупая вещь, приличие. Раньше мне позволяли делать все, что я хочу, а теперь ничего нельзя. «Ваш отец, однако же, любит вас?» «Да, но все-таки...» Она вздохнула, и вздох ее означал, «Для моего счастья этого мало?» Наступило молчание. Только скрипел песок у них под ногами, а вдали шумела вода. Выше ножа сено делится на два рукава. Рукав, который приводит в движение мельницы, в этом месте рвется из берегов, так силен напор воды, а дальше сливается с естественным руслом. Если миновать мосты, то направо, на противоположном берегу, виден покрытый газоном пригорок с белым домом наверху. Налево тянутся ряды тополей, а прямо перед глазами горизонт ограничен изгибом реки. В этот час она была гладкая, как зеркало. Крупные насекомые скользили по ее неподвижной поверхности. По берегам рос островками камыш и тростник. Всевозможные растения цвели золотыми бубенчиками, распускались желтыми гроздьями, свисали метелками лиловых цветов, тянулись вверх зелеными султанами. Заводь была усеяна белыми кувшинками, старые ивы, под которыми ставились волчьи капканы, заменяли с этой стороны изгородь. Внутри сада находился окруженный каменной оградой с черепичным коньком огород, где бурыми квадратами выделялись участки недавно взрыхленной земли. Над узкой грядкой с дынями блестели, вытянувшись в ряд, стеклянные колпаки, гряды с артишоками, фасолью, шпинатом, морковью, помидорами, чередовались вплоть до участка отведенного под спаржу, которая казалась рощицей из перьев. Во времена директории все это место представляло собой то, что тогда называлось капризом. С тех пор деревья непомерно разрослись. Ломонос оплел их стволы, дорожки затянулись мхом, везде буйно расплодился ежевичник. В траве крошились обломки гипсовых статуй, ноги цеплялись за обрывки проволоки. От павильона остались только две нижние комнаты с ободранными синими обоями. Вдоль фасада шла дорожка в итальянском вкусе, затененная виноградными лозами, которые густо уверили деревянные решетки, укрепленные по ее бокам на кирпичных столбиках. Они пошли по этой дорожке. Лучи пробивались сквозь неровные просветы в зелени, и Фредерик, разговаривая с Луизой, наблюдал сбоку, как на ее лицо ложились тени от листьев. А волосы у нее были рыжие. В шиньон воткнута булавка со стеклянной шишечкой изумрудного цвета. Хотя Луиза все еще носила траур, на ногах у нее были соломенные туфли, отделанные розовым атласом, пошлая диковинка, купленная, очевидно, где-нибудь на ярмарке. Он заметил их и обратился к Луизе с ироническим комплиментом. «Не смейтесь надо мной!» сказала она, окинув его взглядом с головы до ног, от серой фетровой шляпы до шелковых носков воскликнула «Какой вы франт!» Потом попросила указать ей книги для чтения. Он назвал несколько заглавий, а она промолвила «Какой вы ученый!» Еще со всем ребенком она полюбила его той детской любовью, которая дышит религиозной чистотой и вместе с тем исполнена непреодолимой страстью. Он был для нее товарищем, братом, учителем. Развлекал ее ум, заставлял биться сердце и невольно погружал ее в тайное и непрестанное опьянение. Потом он уехал, бросив ее как раз в трагическую минуту, в день смерти матери, и эти два горя слились в одно. За годы разлуки он еще вырос в ее воспоминаниях. Вернулся он, окруженный ореолом, и она простодушно отдавалась счастью видеть его снова. Фредерик первый раз в жизни чувствовал себя любимым, и от этого сладостного ощущения, которое было всего-навсего новым удовольствием, в груди у него что-то ширилось. Он раздвинул руки и откинул голову. По небу в это время двигалась большая туча. «Она плывет в сторону Парижа», сказала Лиза. «Вам бы хотелось последовать за ней, правда?» «Мне? Почему?» «Как знать?» Уколов его острым, подозрительным взглядом, она проговорила. «Может быть, у вас там есть...» Она искала слова. «Привязанность?» «Нет у меня привязанности». «Наверно?» «Ну конечно, мадмузель Луиза». Не прошло и года. В девушке совершилась необычайная перемена, удивившая Фредерика. Немного помолчав, он прибавил «Нам надо бы говорить друг другу «ты, как прежде». «Хотите?» «Нет». «Почему же?» «Так?» Он настаивал. Она сказала, опустив голову, «Я не смею». Они теперь стояли в самом конце сада около запруды. Фредерик шалости ради стал бросать камешки в воду. Она велела ему сесть. Он повиновался. Спустя немного он промолвил, глядя на порог реки «Прямо Ниагара». И заговорил о дальних странах, долгих путешествиях. Мысль о путешествиях пленяла и Луизу. Ничто ее не испугало бы ни бури, ни львы. Сидя рядом, они набирали пригоршни песка и, пропуская его сквозь пальцы, продолжали беседовать. Теплый ветер, дувший с полей, приносил по временам благоухание лаванды, смешанное с запахом дегтя от баржи, стоявшей по ту сторону плотины. Солнце освещало водопад. На зеленоватые камни, по которым, как по стенке, мерно стекала вода, была словно накинута прозрачная серебряная ткань, развертывавшаяся без конца. Внизу рассыпалась брызгами длинная полоса пены. Здесь возникали водовороты, вода бурлила, струи сталкивались и, наконец, сливались в один прозрачный и гладкий, как пелена, поток. Луиза тихо сказала, что завидует рыбам. Нырять, спускаться в самую глубину, это должно быть так приятно, такое приволье, и чувствовать, как тебя со всех сторон что-то ласкает. она вздрагивала и со сладострастной томностью поводила плечами. Неожиданно раздался голос. Где ты? Вас няня зовет, сказал Фредерик. Пусть зовет, Буиза не двигалась с места. Она рассердится, продолжила. Мне все равно. И вообще. Мадмозель Рок пренебрежительным жестом дала понять, что няня у нее в подчинении. Все-таки она встала, потом начала жаловаться на головную боль, а когда они подошли к большому сараю, где сложены были вязанки хвороста, она сказала, не схорониться ли нам да позарничать? Он притворился, будто не понимает ее, и, придравшись к местному говору Луиза, принялся дразнить ее. Уголки ее рта задрожали, она начала кусать себе губы и, закапризничав, отстала от него. Фредерик вернулся назад, поклялся, что не хотел ее обидеть, и что он очень любит ее. Правда? вскрикнула она и взглянула на него с улыбкой, осветившей все ее лицо, слегка покрытое веснушками. Он не устоял перед этой смелостью чувства, перед ее юной свежестью и продолжал «Зачем мне лгать тебе? Ты сомневаешься?» Он обнял ее за талию левой рукой. Из груди Луизы вырвался возглас, нежный, как воркование. Голова откинулась назад, она едва не потеряла сознание, он поддержал ее. Бороться с искушением не пришлось. перед этой девушкой готовы ему отдаться. Фредериком овладел страх. Он помог ей пройти несколько шагов совсем медленно. Ласковые слова иссякли, стараясь говорить только о вещах безразличных, он коснулся ножанского общества. Вдруг она оттолкнула его и с горечью воскрикнула «У тебя не хватит смелости увести меня!» Он застыл на месте страшно изумленный. Она зарыдала, спрятав голову у него на груди. «Разве я могу жить без тебя?» Он старался ее успокоить. Она положила ему руки на плечи. Чтобы лучше видеть его, она впилась в него своими зелеными глазами, влажными, почти хищными. «Хочешь быть моим мужем?» «Ну, — сказал Фредерик, пытаясь придумать ответ. «Конечно, я только этого и желаю». Тут из-за куста сирени показалась фуражка господина Рокко. Он пригласил молодого друга совершить поездку в свое имение и два дня возил Фредерико по окрестностям. Вернувшись, тут застал дома три письма. Первое было от Домброза, который звал его на обед в прошлый вторник. Откуда такая любезность? Значит, ему простили тогдашнюю выходку. Второе было от Розанетте. Она благодарила его за то, что он ради нее рисковал жизнью. Фредерик сначала не понял, что она хочет сказать. Далее, после всяких обеняков, она умоляла его на коленях, как молят о пуске хлеба, оказать ей ввиду настоятельной необходимости небольшую помощь в сумме пятисот франков. Он тотчас же решил дать ей эти деньги. Третье письмо от Деларье касалось закладной и было длинно и туманно. Адвокат еще ничего не предпринял. Он уговаривал Фредерико не утруждать себя. Возвращаться тебе не к чему. Он настаивал на этом с каким-то странным упорством. Фредерик терялся в догадках, и ему захотелось вернуться в Париж. Притязания друга на руководство его поступками возмущали его. Им снова овладела тоска по бульварам. Кроме того, мать так торопила его, господин Рок так сильно обхаживал, а любовь мадемуазель Луиза была столь сильна, что, не сделав предложение, он не мог дольше здесь оставаться. Надо все это обдумать. Издали будет виднее. Чтобы объяснить свой отъезд, Фредерик выдумал какую-то историю и уехал, говоря всем, да и сам в это вере, что скоро вернется. Редактор субтитров